Ну, так между нами, дура одна с нашего посёлка, ну, Колькина баба, вот такая в бегудях ходит всё время, дозвонилась на прямую линию со мамой, и что интересно, сам трубку взял, не, ну ты, дозвонилась, ну, скажи, что это хорошее, я вас видал, а вы такой классный, на конях держитесь, не то, что Байден с трапа в самолёт упал. Я, а, она плакаться, Владимир Владимирович, помогите, у нас мужики спиваются, у нас в посёлке все пьют, не, ну, это ж надо вот такое, я ляпнуть, все пьют, да у нас почти никто не пьёт, куры не пьют, гуси не пьют, синички на дух не переносят это. И тогда позвонил нашему губернатору, а губернатору, когда ему позвонили, он уже отмечал, что ему не позвонили. И с ним стало то, что было со мной в прошлом годе, когда я съел немытые сливы. Его пронесло, он забыл, губернатор, что в его регионе рабочий день закончился, а по московскому времени самый разгар раздачи письменных указаний. И тут ему лично позвонил, причём на выключенный мобильник. Ну ты хихикаешь, а он сделал с ним то, что я сделал со своей женой в первую брачную ночь. Поговорил с ним, и губернатор так обострённо воспринял критику, что прямо с постели, вот в чём был, прибёг к нам ночью зимой за 200 километров пешком, потому что машины к нам не проехали. Да, в чём юмор, я же не сказал. Значит, губернатору выделили деньги на дорогу, а он на эти деньги купился лимузин, теперь ему есть на чём ездить. Но нет, вот такая трагедия у человека, я плакал, когда услышал. Короче, он прибёг, все собрал и говорит, мы должны победить алкоголизм, потому что президент приедет и каждого лично обнюхает. Давайте составим план, что надо сделать в первую очередь. Деда Коля говорит, вы извиняйте, в первую очередь вам надо надеть трусы, потому что очень отвлекает. Губернатор сказал, не обращайте внимания на мелочи. Главное, главное, мы сейчас посмотрим программу о вреде спиртного и врубают по телеку вот эту программу «Жить здорово», где Елена Малышева стоит в костюме печени, а какой-то лысый мужик с табличкой «Водка» бьёт её молотком по голове. Губернатор говорит, так, видите, как водка губит печень? Что нужно сделать, чтобы печень не страдала? Все сказали, да выгнуть этого дебила с молотком. Губернатор говорит, вы сами дебилы. Предлагайте, как нам победить пьянство. Тут Колькина баба говорит, вы извиняйте, конечно, надо повесить на доску фотки всех пьяниц и написать злостные алкаши, чтобы им стыдно стало. И тут выяснилось, что фотки пьяниц полностью совпадают с фотками на доске почёта. И решили вторую доску не ставить, а просто прибить новую табличку. А старую снять забыли, и получилось «Злостные алкаши, ими гордится посёлок». Губернатору на мобильник сообщение шлёт. Как успехи? Какой процент протрезвевший? «А то я гляжу через спутник, а количество населения, ползающего на четвереньку, не сокращай. И, кстати, наденьте трусы, а то мне отсюда видно, что у вас есть гражданство Израиля». Губернатор так испугался, что трое трусов надел, и четвёртую на голову, чтобы сверху было гидать. А всем ползающим на четвереньках приказал приделать к башке рога, чтобы со спутника казалось, что это скотина пасётся. И сам, когда ходил по улицам, махал в небо рукой и слал воздушные поцелуи. А чтобы ему не дозвонился, он выкинул мобильник в реку. Ну тут из реки вылез водолаз и сказал, «Вас к телефону». Губернатор трясущимися руками поднёс телефон к уху и услышал, что-то со связью. Мои знакомые журавли, пролетая над вами, и увидели дорогу, на которую вам выделили деньги. Зато увидели лимузин, нет ли тут связи? Губернатор говорит, «Это не мой лимузин, это так, на нужды народа возим, как говорится, больных к врачам». Президент сказал, «Хорошо». Мы выявили, что от алкоголизма у вас сильно упала рождаемость. Срочно вышлите видео, как вы работаете над решением демографической проблемы. Губернатор всех опять собрал и говорит, «Надо снять видео, как мы работаем над увеличением численности населения». Нинка говорит, «А мы не можем, мы стесняемся». Дед Егор говорит, «Я могу». Его бабка говорит, «Да не трынди ты, ты уже лет сорок не можешь». Говорит, «Да говорите, я камеру могу держать?» Тут Колька хитрюга у нас, Колька говорит, «Давайте скачаем из интернета фильм для взрослых и пошлем, он же нас в лицо не знает». Ну так и сделаем. Выслали видео приключения развязанных цыпочек в Лос-Анджелесе. Тут же звонок оттуда. посмотрел ваше видео. Молодцы. Старайтесь от души активно не жалея силы. Но есть вопросы. Почему все жители поселка говорят на английском? Дудина, как говорит, «Ну, мистер президент, у нас поселки очень высокий уровень образования». Хорошо. А кто эти двое мужчин в кожаных стрингах? И почему они с плетками? Губернатор говорит, «Это пастухи поселкового стада». Ага. А почему пастухи чернокожие? А они шлем на солнце загорели? Допустим. Ну, почему один пастух решает демографическую проблему не с доярками, а с другим пастухом? Вы понимаете, что это бессмысленная трата государственных средств? Губернатор говорит, «Извините, виноват, старались, перегнули палку». Президент говорит, «Если это ваш поселок, то почему у вас в центре Сибири в декабре растут пальмы, летают попугаи и написано «Welcome to Калифорния». В этот момент звезды на небе сложились в буквы. Я все вижу, вы уволены в связи с утратой доверия». Губернатор плюхнулся на колени, сказал, «Я все исправлю, простите, но звезды образовали новое созвездие в виде фиги». И тогда губернатор раскаялся, продал лимузин, на все деньги построил дорогу, покрыл ковролитом, все жители стали ездить в центр, нашли работу, бросили пить, увеличилась рождаемость и сам прилетел на журавлях и объявил всем благодарность. Ну, как вы поняли, финал, конечно, я немножко, ну, сказочный финал на журавлях. А вот то, что во многих регионах нет дорог, а губернаторы ездят на лимузинах, это правда. если у вас так, не стесняйтесь, звоните, он вас услышит и поможет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ